Службы в Николо-Дворянском храме проводятся в основном в выходные и праздничные дни постоянных прихожан порядка 50 человек. Храм разрушили в советское время одним из первых, рассказывает отец Георгий, в первую очередь из-за названия «Дворянский». Он лишился колокольни и купола. В советское время использовался под учебный пункт автотранспортного училища. За этой стеной находились также кабинеты, классы, в главном алтаре была котельная. Сейчас от былого величия храма мало что осталось. В небольшой трапезной части, где сейчас проходит благослужение, не сохранилось даже настенная роспись. Ту часть, которую мы делали, мы ничто не нашли. От былой росписи. Может быть, что-то здесь, под подбелкой, мы еще и увидим. Но это впоследствии. Сейчас надо, конечно, восстановить, прежде всего, главный алтарь, восьмерик. Когда туда перейдем, тогда здесь уже надо будет все конкретно. Потому что здесь сделаны временные полы. Конечно, не должны быть плитка, каменные полы. Это для того, чтобы начать службу, чтобы храм начал свою жизнь приходскую. Храм вернули церковью в 2009-м. С этого времени каждая попытка что-то восстановить натыкается на множественные препятствия. Работы в памятнике культуры должны проводиться только при наличии специальной документации. Так храм пережил несколько судов из-за новых вставленных окон и отстроенного купола. Сейчас собираются средства на проект восстановительных работ. Его стоимость несколько лет назад оценивалась в 20 миллионов рублей. Мы ходим сюда, помогаем храму, чем можем, в своем служении. И молимся о том, чтобы он восстановился как можно быстрее. Чтобы у нас было много прихожан. Чтобы люди были ближе к Богу. И чтобы в душе нашей расцвела радость. Прихожане вернули в храм сохраненные в советское время крест и икону святой Екатерины. Они надеются, что со временем храму вернется его красота и величие. И он снова станет одним из посещаемых в городе. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».